2050 и сейчас 180 260 150 примерно 600 700 долларов 160 долларов в месяц однозначно работой на такое не зарабатывается всем привет канал асипология с вами женя штат северная каролина город шарлотты это такое миксовое видео в котором мы расскажем полезную информацию а именно сколько обходится месяц жизни сша в нашем штате на нашу семью двое взрослых двое детей плюс микс это будет из ответ на ваши пожелания многие писали в комментариях снимай побольше пейзажа побольше своей жизни поэтому оно будет такое миксована и вложено и мы сегодня потратили там полдня мы ездили в церковь ездили покушать и в эти моменты мы снимали полезную информацию о том сколько мы тратим и какие статьи расходов у нас есть в месяц первая статья расходов начну прямо же отсюда это наше жилье позади наш дом и мы снимали подробный обзор наших апарт комплексов нашей квартиры но в целом да сейчас хочу сказать что само жилье стоит тысяча восемьсот пятьдесят плюс ежемесячный платеж за воду свет и обслуживание выходит это 200 долларов получается две тысячи пятьдесят долларов мы отдаем за жилье место на на самом деле очень нравится здесь есть плюсы есть небольшие минусы в общем о плюсах что здесь довольно таки просторно много места на парковке второй момент что это апарты новые мы заехали никто не жил до нас чистый ковролин чистая кухня безусловный плюс был большой что при заезде мы получили два месяца бесплатно первый месяц заплатили следующие два мы жили бесплатно и только потом начались платежи также большой плюс что здесь большое русскоязычное комьюнити на нашей площадке здесь вечером словно в песне ах как хочется ворваться в городок без преувеличения бывает человек наверно 25 на площадке 12 детей 15 10 взрослых все общаются беседует это успокаивает располагает такая обстановка обстановка домашняя дружеская из неудобных моментов это то что отсюда пешком никуда не выйти мы упираемся в тупик поэтому рейтинг ходьбы здесь у района не такой большой погнали дальше мне сказали что я мало снимаю америку сказали мужик снимай больше про американскую жизни реалии вот смотрите реалии американской американского пригорода одноэтажная америка мы едем по направлению в централ чорч сегодня воскресенье мы едем в церковь выехали из со своего района и вот такая дорога здесь о жилью продолжим тему какие планы у нас на жилье планы следующие мы будем переезжать я думаю что это 90 процентов потому что нам все-таки нужно менять школу для вот этой мадам потому что вот эта мадам каждый день возит ее и забирать то есть сколько мы же не тратим времени на это час утром и час в обед но это это получается еще с прелюдиями то где-то я думаю что все два с половиной часа уходит на то чтобы свозить ее в школу поэтому мы ее заберем со школы и переведем в другую мы сейчас уже смотрим варианты смотрим районы эри где бы нам хотелось быть скорее всего это будет дом почему не хочу таунхаус и апарты потому что хочется немножечко послушать все-таки наверно музыку чуть погромче хочется чувствовать себя более свободным так как ребята у которых есть дети получили несколько жалоб кто живет на втором этаже от жителей на первом этаже они получили жалобы не напрямую а через администрацию все лучших традициях американской до американской как как говорят крысы для американское крысятничество но на самом деле это мне эта система понятно ты крысой крысы где понятно эта система ваш ты крыса нет но на самом деле это обезопасивает и сохраняет твои отношения с соседями а есть полиция и вообще те люди которые должны работать предупреждать вот по нашему конечно типа ты приди сам ним глаза скажи ну короче пока пока я с этим ужасно так жестко не столкнулся мне вроде как все устраивает что в принципе по жилью планы планы все вот продолжаем ехать продолжаем ехать по америке да это же не горит вот это мэтьюс куда можно переехать то есть здесь мы понимаем да что районы города маленькие они как у нас в районы да то есть шарлотт я не в шарлотте живу по факту я живу в городе сити да это индиан трейл шарлотта это всего там 600 тысяч жителей и он находится грубо говоря в таком в кольце а далее идут городки там мэтьюс от балантайн индиан трейл пайнвилл и монро но по сути это вот отдельные города до церкви нам ехать от дома по дороге который едет женя минут 23 она старается не ездить по фривей и поэтому здесь было быстрее но все равно ты не ездишь то следующая большая важная статья расходов это расходы на автомобиль каран это nissan мурана 2018 года кто смотрел видео кто не смотрел посмотрите как мы покупали его ездит на нем в основном женька у нас две машины моя рабочая ford focus которые я гоняю на работку на мануале коробки а это на автомате на ней ездит женька по выплатам нам за нее нужно платить 500 долларов в месяц это просто выплата грубо говоря как рассрочка мы не взяли ее в кредит я скажу дальше почему мы так сделали почему мы будем сейчас делать дальше по-другому также в машину включает что себя страховка верно страховка мы отдаем за две машины туда вписано женя и я поскольку у нас года нету опыта вождения в америке у нас дорогая страховка за страховку мы к сколько платим 300 баксов в месяц мы платим за две машины то есть это страховка и так 500 плюс 310 за страховку и как говорится на чем она ездит на благодарности или на святом духе на бензине на бензине она ездит три с половиной литра 250 коней тут почти двигатель как у такого лексуса только по подальше которые кузовом вот расход часто и 20 миль на галлон короче переведете это получится в районе 13 километров на сотку и с учетом того что здесь дикие расстояния выходим на такую математику что заправляем мы эту машину раза четыре надо полного бака в месяц до 1 неделю может быть четыре с половиной на неделю недели шесть дней в общем получается 4 заправки по 60 65 долларов и плюс еще немножко и того получается на бензин на одну машину двести шестьдесят баксов у меня бак очень маленький на фокусе но я езжу много по работе туда и назад там да но хотя нет женька также ездит то что сказал саша в школу отвозит вот в этом суть что она каждый день ездит до по часу просто отвезти ребенка и туда много бензина съедается но и на свою заправку я где-то 33 бака я в месяц съедаю 3 бака мой бак стоит 30 долларов 30 нет вру 35 37 сейчас уже без подорожал и того еще 110 и там было 260 еще 110 и мы получаем 370 на бензин 500 обязательный платеж 310 страховка это 810 еще 370 бензин это 1180 1180 входится содержание машины в церкви пожертвования сто процентов добровольные если у тебя есть желание что-то пожертвовать и поучаствовать в жизнедеятельности жизнедеятельности церкви ты можешь это сделать но все равно какая-то часть расхода сто процентов есть как говорится мы не будем не будем сейчас приписывать и рассказывать сколько и чего мы жертвуем то есть какая-то какие-то суммы переходят о женька паркуется давай сразу туда протягивай вообще прикинь повезло все паркуемся выходим я снял микрофон ребят звук будет другой сейчас просто с микрофоном на собрание не пойду а саша уходит вот в этот центр kids а потому что поле маленькая найдет на собрании их можно оставить там самим пойти на служение сейчас я чуть-чуть покажу где это полин пойдем пойдем скорее на торопиться ти моя красота давай давай вот это вот это мадам она как-то понимает кому говорить хай а кому говорит привет вот она американцам говорит хай а мгур море за искал от галл искал центр детский здесь регистрация я заснял это на шорт поэтому можете посмотреть если что в шорт здесь ты нажимаешь старт нажимаешь номер телефона и тебе здесь выдает вот такой стикер остается у тебя один ты приклеиваешь ней на спину в церкви я сейчас там покажу где там есть такие экраны и если загорится вот этот номер то получается твоему ребенку нужно вау это чё за это чё за анаконда стоит а там по-моему мест нет и все туда шли во второй зал мне кажется вон они видишься и тут ай гурмонит нет нету мест блин капец мы не покажем вам главном зале нету мест запасной зал это это скорее всего я уже почти буду сейчас сидеть я уже почти дошел до кафе но раньше приезжать надо приехали поздно и все получается сейчас мы только можем побыть в семейном центре чтобы вы понимали это второй зал это вон тот первый зал там он очень здоровый комфорт потом покажем короче это второй зал это уже второе служение по вот средства во втором зале можете подумать что мы в игровом центре но нет мы совсем не в игровом центре это как раз такие здания детская церкви где саша занимается такая тут сцена паска эстер вот здесь можно поиграть вот такую игру с посмотрим как у меня получится на вот таком расстоянии попасть в дырку как говорится это вообще задача легкая пацаны здесь кидают шары жейка много закинет нет не попал поскольку мы в детском знании церкви поговорим о затратах на детей саша у нас ходит на танцы танца стоит 160 долларов в месяц у нее получается 8 занятий 20 долларов одно занятие два раза в неделю жене ее возит следующий расход это саша на занятия по русскому они стоят 90 долларов и у нее получается 44 занятия в месяц мы приняли решение что она будет заниматься русским учиться читать учиться писать вот поэтому расходы на сашу когда ее образование получается 250 школа бесплатно если разделить все все деньги которые нужно и взять с собой это там театры всякие это ярмарки это поездки на ферму то можно приплюсовать там грубо говоря 10 баксов школа выходит 10 баксов в месяц это получается 260 долларов еще для саша планируется один репетитор именно по английскому мы выяснили что для кого-то может быть это будет полезно у маленькие дети она начинает говорить понимает слэн понимает людей но она совсем не понимает грамматику то есть грубо говоря то что им там объясняют она не может понять по что объясняют на английском делаю уроки в основном с я потому что исторически так сложилось что пока у меня знание английского лучше в нашей семье и мы с ней сели и она смотрю что она гадает ответы как как в тесте угадывает и мы там поплакали посидели откровенничали в итоге что она грифов я просто не понимаю я сижу мне это скучно повторяю много там списываю а сейчас там девочка закрывается от меня поэтому он планируем заниматься английским это еще будет где-то долларов 150 в месяц но в летние каникулы по детям такие расходы можете наблюдать интернациональные соревнования давай полин кидай моя кидай о молодец дед когда вы взяла друзья сейчас очень важная информация для тех кто планирует переезд соединенные штаты по запросу политического убежища хочу сказать что это не шутки это не хайп когда ты запрашиваешь политического убежища тебе необходимо предоставить кейс кейс это доказательство твоего страха или твоего преследования в той стране где ты жил и откуда ты приезжаешь я заметил что много людей они имеют искаженное понимание того что такое кейс а некоторые вообще не имеют никакого понимания на самом деле это плохо и я рискнул это исправить и так сказать собрать кусочки пазла в одну общую картину пять месяцев назад я предложил людям провести со мной разговор тематический разговор на тему что такое кейс его устройство и доказательная база это не консультация не имею права давать консультации я назвал это тематическим разговором я совершил более 200 созвонов и имеют сто процентов положительные отзывы вы можете наблюдать их сейчас здесь вы можете написать мне в личное сообщение и договориться со мной о созвоне я вышлю вам условия тем самым вы сможете поддержать меня и мою семью а я уверен что смогу передать вам очень важную крутую информацию и сэкономить вам время и ваши деньги я буду вас баловать съемкой с разных устройств и ракурсов снимая на gopro погода солнечная и качество картинки должно быть очень хорошее в общем и закончу историю про машину что я хочу сделать я хочу максимально быстрее выйти на дом то есть на ипотеку по дому для ипотеки нужно такие 2 3 момента первый момент это налоги отчитаться за 2 года второй момент это первоначальный взнос деньги и третий момент это хорошая кредитная история хорошая кредитная история создается двумя способами первые это плавающий платеж все что касательно кредитных карт а второй момент постоянные платежи именно заем в банк и здесь есть идея такая что я хочу эту машину реализовать через два месяца потому что через год пользования картой банковской американской у тебя открывается американский кредит то есть по их ставки я хочу взять на выплату машину это будет не лизинг это именно будет выплата я сейчас считаю смотрю как это будет сделать более выгодно какую машину хочу пока хочется немецкую но все уговаривают на японскую хочется конечно бмв х5 но практичный конечно lexus rx 350 по условиям какие там условия условия очень простые что если даже ты будешь добивать 15-20 тысяч через банк годика на 4 3 к примеру то у тебя выйдет платеж такой же который я отдаю сейчас за эту машину тем более через год и у нас станет меньше страховка и она станет существенной если мы сейчас 310 отдавали как мы сказали выше то после года мы можем отдавать аля там 160 из два раза меньше и если выйти на платеж вместе со страховкой в 700 долларов за bmw то для меня это хорошо поэтому сейчас мы поехали покушаем продолжим наше видео и рассказ о том сколько хоть и денег вперед евгения если погнали поехали в чикфиле чикфиле нам нравится дети любят любишь наш саша любит чикфиле там наггетсы это вкуснее чем кейси однозначно и для меня и вкуснее чем могу я поем курочку там а женщина съесть какой-то салатик может быть не в чикфиле кстати там чикфиле тоже нормально вкусный этот большой поэтому опять же там поговорим по и по покупкам и по развлечениям до дочери вау тебя что там дали им подарки на пасу шнурочек до понимаю что вот такие видео уже не будет смотреть в основном наверное девушки или нет кстати отпишитесь если мужики вы будете такое смотреть долго и семейное поэтому нам нужна женская аудитория евгения возьмите ответственность пожалуйста за женскую аудиторию у меня есть планах снять день со мной и стягивайся погнали и последнее уезжая из церкви что хочется сказать что штат северная каролина он республиканский и очень религиозный он ходит в такое как она называется золотое золотое кольцо кольцо штатов где вот христианство именно протестантизм да очень большие баптистские церкви очень распространено и стоит так сказать особняком и здесь есть музей били грэма били грэм это он был советником у нескольких президентов здесь и на пике его популярности он мог спокойно стать президентом то есть по рейтингам которые здесь если бы он захотел он бы мог быть президентом но он не захотел самом деле очень крутой дядька если смотреть его историю жизни и то что он сделал до влияние он оставил он был по-моему после того как союз развалился приезжал проповедовал в россии уже до в новой если мне не изменяет память и недавно может быть года 4-3 назад его сын был в москве младший грэм вот здесь есть музей били грэма мы еще туда не ходили на самом деле прикольно кстати если кто-то хочет чтобы я сделал видео тут вот по церквям походил здесь есть разные церкви на самом деле очень разные вот там супер современных такие допустим как elevation church забейте посмотрите вы я уверен что вы такие церкви вы не видели мы допустим воршип воршип или elevation church вот там любой концерт отдыхает вообще нашей особенно на снг пространстве именно качество исполнения и вообще подхода к этому все вот она едет вот смотрите догонять женька догонять 40кай тихо аккуратненько вот она 40кай бмw 40кай а вон она она это x1 по-моему да впереди x1 слишком маленькая да и мне как человеку которую не разбирается в машинах особо сказали что если брать бмв то братья с вот этот 40кай с этим двигателем он самый надежный едем сауспак капец прикинь фэйл воскресенье клозат санды ее мои да вон ты в общем не работает давай тогда про следующую статью расходов расскажем это вот такие штуки телефоны телефоны что есть со связи мы платим за связь 108 долларов за две безлимитных линии и еще в 40 долларов мы платим рассрочку по этим телефонам это два pro max 14 тоже выходило видео когда мы взяли получается мы отдали свои 12 pro max и взяли у них 14 просто на рассрочку и там за два телефона грубо говоря 40 долларов и отдаю и того связь выходит 150 долларов там как-то получается что месяц на 146 месяцам 148 не знаю там они как считают итак траты на кафе мы скажем после того как поедим или во время еды потому что это такая статья расходов без которой нельзя наверное хочешь ты или не хочешь ты все равно заедешь я несколько раз мы посмотрим сколько посчитаем сколько мы раз в месяц заезжаем сколько ты оставишь там денег но это неизбежно это не будет входить в расходы по позиции еда потому что еду мы тоже скажем отдельно далее а сейчас пойдем покушаем посмотрим насколько взяли посчитаем женой сколько примерно мы тратим месяц сколько раз мы бываем там угощаем дочек вы что не начинает орать папа чик филей кока-кола кока-кола хотя этой кока-колы просто уже вот вот так чуть-чуть скажешь как у тебя кстати в церкви как ты сходила церковь нормально понравилось чем этом занимаетесь вообще в целом кто-то переводил до на русский до остановишь ты на русский короче буду жаловаться опять на нашего брата вот видите есть одиночные места кабинки чтобы поесть там или для двоих для одного а там дальше для семей для семей не так много мест потому три штуки всего наш брат сел нормально жует один расселся насрать на всех хочу чтобы широко мне было буду есть есть один на четырех местах я же пришел такой бред честно у меня вот такие вещи меня просто не тяжело понимать ну как наперед должен думать неважно в америке ты там или в россии вообще ходе в таджикистане и как-то ты один есть вот семейный есть аж специально сделали кабинки ты сядь туда кто даже придет но это ж мне кажется да насколько элементарные какие-то вещи и жизненные которые либо с воспитанием приходит либо человек как-то их интуитивно воспринимает и принимает понятие жизни устройства в обществе просто но но вот так полина мама пришла чем мама принесла кока-кола а что ты еще ждешь пиццу принцесса наша кормит нас это вот кстати с россии еще прикинь да и снежной королевы привезли сибирский вариант и фью момент слитер фью момент слитер полина ты она делала ну а зачем тебе вся женщина скажет еще одну статью расходов это еда 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 на еду на самом деле мы в месяц тратим примерно 600 700 долларов но это мы себе ни в чем вообще не отказываем и видим что хотим и мяско всякое разное и рыбка и фрукты и ягодки и все на свете у нас есть еще есть статья расходов это бытовая химия но мы ее покупаем не ежемесячно наверно плюсом долларов 100 идет покупаем наверное раз где-то в три месяца то есть получается если размазать то 700 долларов выходит у нас нет фудстэмпов нет этой карточки а так в целом до 700 700 это еда с бытовой химией сюда не включены расходы на еду вот кафе потому что мы сейчас чуть позже запишем про кафе покушаем и довольные запишем еще такой момент как одежда что с детской одежды если тоже вот так же размазать мы не покупаем ежемесячно детям одежду по сезонам наверно то примерно на двоих девчонок выходит 100 долларов в месяц на вскидку то есть мы брали заезжали там два раза им брали уже обувь обувь там по две пары можно найти дешевле ребят но мы просто привыкли да там нормально они в найки там ходят у меня ну и там в россии носили обувь нормально то есть грубо говоря пара обуви там 30-50 60 долларов выходит на одну можно найти по 12 честно сказать можно и по 15 найти вот но как бы как привыкли хотя бы тут нету какого-то супер лакшери одежда вашему до девчонка ну и и такие расходники типа штанишки они обычные там где-то женького найдет она каких-то там легицы вот эти и так далее короче у них сто сто десять долларов в месяц по нашей одежде за год или получилось я оделся больше чем женечка сейчас мы будем это исправлять мы сделали опрос она поедет оденется нормально полностью просто в нее одежды вообще-то почти практически нет два платья один костюм и мы сейчас потратим такую сумму сразу на одежду я ездил раза два наверно с половиной закупался полностью там под съемки прочее если размазать то выходит сто семьдесят долларов в месяц на одежду нам то есть если годовые получается джейкины мы посчитали где-то долларов 60-50 это там тире 600 и моих там это было 100-120 вот 180 вот сколько выходит месяц давай мы будем кушать и так подытожим расходы кафе мы поели в хорошем настроении сейчас наверно поедем в еще одну локацию или прокатимся дети поспят скорее всего в машине и запишем еще пару коротышей про расходы и так походы в кафе сейчас мы поели на 36 долларов и обычно наш поход на нашу небольшую дивизию составляет где-то от 30 до 50 долларов мы посчитали женой что где-то четыре раза однозначно мы заезжаем в чек-филе или вот в панеру или другие еще места получается напускай 40 мы возьмем 40 на 4 это 160 долларов в месяц однозначно вы раз в неделю может быть выходные может быть вас 5 получится в месяц но в целом на нашу семью 40 долларов покушать кстати если это брать майами собрать это лос-анджелес наверное нью-йорк также это будет гораздо дороже там и женой по вдвоем там ели на на 55 на 53 причем как бы не шикуя и так и плюс еще один раз расход это кофе привет старбаксу мы посчитали где-то в районе 80 долларов как ты не крути уходит на кофе это стараясь туда не заезжать как бы каждый день там жена берет у себя я чаще беру иногда кого-то угостишь с кем-то придешь потратишь заплатишь за кого-то ну просто это нормально я имею ввиду что это обычная жизнь но просто чтобы в обычной жизни мы понимали обычные расходы вот поэтому найду плюс 160 на кофе плюс там ну пускай давайте возьмем 70 даже по что в старбаксе кофе она стоит если мы берем это там 12 долларов плюс доллар чай и того 13 долларов нам женька попить на на двоих вот друзья еще одна статья расходов непредвиденные расходы вот всякие пластыри всякие баночки бутылочки заехать взять уехать я думаю что на это тратится 30 до 50 долларов в месяц то есть те что-то заехать взять там 3 доллара там 7 там 12 там 9 вот поэтому в целом непредвиденные мелкие покупки от 30 до 50 долларов он пускай 30 40 это однозначно сколько же стоит у пласта час доллар 60 вот от таких туда зайдешь 4 что-нибудь доллара 5 пускай 30 30 40 баксов тоже в копилочку непредвиденные мелкие покупки ежемесячные друзья ссоре хотел еще добавить про машину расходы про машину здесь еще месячный абонемент на мойку дженечка забыли мы 20 сколько 26 долларов месяц да и моешься хоть каждый день хоть кругами езди еще один важный момент здесь же меняется все-таки масло и обслуживание то есть грубо говоря три раза три-четыре раза в год по 70 80 долларов это получается 4 300 разделить на 12 это это еще где-нибудь по 20 долларов плюс машины ежемесячно учтем пожалуйста в месяц ребят решили заехать в райончик я не знаю получится или нет показать не наверно эти еще дома не такие не это мы уже не на ту улицу свернули это бюджетка такая 10 типа аля тоже вот как таунхаусы наверное это на двух хозяев дома просто здесь на соседней вот мы сейчас едем и это старый как бы шарлот поближе к центру и там просто такие невероятные постройки просто невероятные причем целые улицы кварталы таких домов и я думаю что да вот наверное вот от двух миллионов наверно такие домики стоят потому что я сейчас смотрел нашел дом 2200 но он большой да прям такой полудворец 50 минут от шарлотта вообще в полу деревне а здесь в центре шарлотта поэтому и такие постройки ну конечно капец дай бог по работать не по работе на на здесь на дай бог заработать потому что я вам так могут сказать работой на такое не зарабатывается как рец и работать и зарабатывать иногда это бывает две разные вещи потому что если ты будешь просто работать но ты никогда не будешь там же опять же почему нет местные если зарплата 12000 тебя у человека ты там он супер страховой агент или риэлтор тогда ты уже зарабатываешь ты не работаешь работа это вот пять тысяч шесть месяц дали и ты работаешь так пять лет подряд вот тогда нет если ты все равно есть перспективы развития нету какого-то потолка по работе до что очень важно евро в россии работа у нас так или иначе был потолок но он был высокий 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 даже чко мой любимый евро балкон 205 205 0 уют тепло приносит в дом компания евро балкон обращайтесь дорогие друзья в красноярске если что заявки игорь валерьевич игорь валерьевич заявки пойдут на меня если что зарплату я по не стас чтобы чтобы не стасу отдали мне еще одна статья расходов вспомнилась это ежемесячные подписки бог нас миловал от нетфликса от всяких hbo и apple tv но у нас очень благополучно но бесплатный да ладно мы отключим у нафиг сейчас бесплатно пока но короче youtube 15 долларов telegram мой 5 долларов google drive по моему 10 10 баксов это уже получается 30 долларов еще apple облака короче в общем где-то 35 40 баксов 35 40 баксов ежемесячно это подписки и такой один важный факт что америка сидит на подписках то есть грубо говоря здесь с тебя возьмут чуть-чуть но со всех сторон и долго вот поэтому здесь очень популярны такие там приложения которые оптимизируют количество там подписок какие-то удаляют следят за твоими расходами поэтому пункт ежемесячные digital подписки 35 баксов в копилочку погнали завершающую часть записываю уже из-за парт комплекса своего здесь начинал писать кстати первые видео свои и на самом деле было очень круто спасибо вам за просмотры здорово что youtube сделал так что видео нашли своих зрителей по тратам еще одна статья расходов это beauty сфера она у нас так сказать сейчас не такая обширная но к примеру раз подстричься мне до же не сделать 1 ногти то есть выходит где-то 70 долларов в месяц еще на это я сходил растут мануальному терапевту это было 60 долларов жене подстриглась на там тоже это было 60 долларов но же не стригется там раз в 1 квартал но тоже если разделить в общем можно смело сказать что 80 долларов пока потому что небольшая сумма но в целом да это уходит на beauty сферу момент страховок медицинских мы не берем потому что они у нас сейчас бесплатно и это очень и очень хорошо потому что это еще одна бы была большая статья расходов которая уже вы так сказать била по карману заканчиваю этот материал спасибо что посмотрели надеюсь было интересно побыть с нами некоторое время посмотреть улочки шарлотта я сумму сейчас не знаю и я подозреваю что это будет больше пяти тысяч и сразу же так сказать закрадываются мысли а сколько же тогда да надо заработать либо одному человеку либо двум людям то есть если опять же да один человек не работает у вас если маленькие дети их некуда пристроить кстати садик от 800 до 1200 долларов в месяц то тут начинаются как бы вопросики почему и как и зачем еще раз спасибо за поддержку спасибо за просмотры канала классифология шарлотт северная каролина всем мир и покой вашим семьям и безопасности пока